Медицина в Германии трещит по швам, жалуется россиянин, который 4 года работает врачом в Штутгарте. По словам нашего бывшего соотечественника, немецким врачам не хватает квалифицированных специалистов. А купить хорошее лекарство может не каждый немец. Михаил Шойберле поделился своим опытом работы в германской системе здравоохранения. Я как бы с Челябинска, то есть родился в Челябинске, у меня там как бы отец остался. А потом вот когда родители развелись, можно так сказать, то с мамой и сестрой переехали мы в Харьков, поскольку у меня там квартира была. Решил как бы уехать в Германию, то есть я здесь пошел учиться, закончил учебу, нашел работу, ну и как бы вот по сей день здесь работал в больнице. Я медбрат. Очень большая тотальная, можно сказать, экономия на всем, чтобы показать, что Германия такая, как сказать, классная. Они там инвестируют деньги там в беженцев, поэтому как бы они не нанимают дополнительных врачей, которые нужны, не нанимают дополнительный персонал там по уборке, по вот как медсестрам и так далее. Поэтому как бы страдают пациенты, поэтому очень много ошибок происходит, которые в итоге как бы может даже как бы людям жизни стоить. По ошибке врача пришлось пациентам бутировать ногу, то есть как бы они зашивали, но, как это сказать, то есть не врач-профессионал зашивал, а зашивал студент-практикант, потому что врач-профессионал, как бы он не может разорваться между всеми. Медицинское братство, оно очень защищено. То есть чтобы против них что-то доказать, как бы это нужно иметь очень хороших адвокатов и очень большой кошелек. Мой товарищ работал в униклинике, как бы это такая очень-очень огромная больница. Пациенты, как бы они там лежат, например, по два-три человека в палате и они получают тут кислород. Один из них, как бы, не знаю, или не знал, или забыл, или как бы не знает что, ну, короче, он стал курить и произошел как бы взрыв. То есть пациенты, которые были с ним, как бы они сгорели заживо и полотделения было разрушено. Например, медикаменты в Германии купить просто так, это как бы практически нереально. Врач знает, ага, пациент там как бы он малоимущий, там он, например, там на социале, или он там как бы, ну, все что угодно с ним может быть, да, как бы. Тогда он может как бы сделать там какую-то скидку, то есть в плане того, чтобы выписать медикамент более дешевый, более простой, там, более, как сказать, примитивный.